Привет! Те, кто смотрел распаковку смартфона, который сегодня будем обозревать, уже ждали этот обзор. Hotway Note 12. Это была распаковка, а сейчас будет полноценный обзор и тесты. Все, что вы написали, я постарался учесть и протестировать, и покажу вам в этом обзоре. Если вы впервые попали на канал «Заигрчики обзоры», то это техноканал по обзорам. Подпишитесь, и если нравится и цените труды, ставьте лайк. На момент обзора цена его составляет 116 долларов. Мы получаем 13-й Android, 6.8 диагональ экрана, 8 оперативки, 128 встроенных, экран 90 Гц, есть NFC и аккумулятор 6-180, а также 16 Мп передний модуль камеры и 48 задний. Здорово, что в комплекте идет 20-ваттная зарядка, которую мы сейчас проверим, и много что мне в этом смартфоне понравилось. Есть некоторые переживания у тех, кто уже владеет данным смартфоном. Я это тоже проверил и расскажу вам, так ли это в моей модели. Дорогой зритель, хочу попросить тебя об одной просьбе. Уверен, ты не первый раз на канале «Заигрчики обзоры». И статистика говорит о том, что с подпиской видео смотрят всего 2,4%, а без подписки смотрят 97% зрителей. То есть смотрят, но не подписываются. Просто из предложенных YouTube видео смотрят время от времени. Не забудь, пожалуйста, подписаться. Для меня это важно, и это с вашей стороны огромная поддержка. Ну а если вы подписаны на канал, то статистика говорит о том, что из 85 тысяч подписчиков, всего лишь 11 тысяч подписчиков включили уведомления в пункте «Все параметры». Если вы подписаны, то проверьте, включены ли у вас уведомления, чтобы получать извещения о новых видео. Можете смело даже сделать такой шаг – отписаться и снова подписаться и включить все уведомления, потому что YouTube иногда глючит. Спасибо за внимание. Продолжаем обзор. Для многих бренд HotWav не знакомый. Но если зайти в официальный магазин на сайте AliExpress, это не какая-то подвальная контора, а реально классная фирма. И посмотреть на товары, которые продает данный бренд, то можно увидеть, что у них только лишь одни противоударные. И тут ни с того ни с сего они выпускают две модельки. Ну это можно сказать только стартануло, потому что самая, что ни на есть простая, за 59 долларов модель H1 с очень скромными показателями, я бы даже сказал уже устарелыми. А вот Note 12, модель, которая у нас на обзоре, это реально нужная, классная моделька. Сильно много они не выдумывали, но пошли по интересному пути. Во-первых, выбрали красивый цвет. Помимо этого цвета, который у нас на обзоре, у нас еще есть черный цвет. Если активировать вспышку на камере, то можно увидеть, рассмотреть детально, какая поверхность. Как будто апельсин, правда? Вот вблизи, кажется, я показываю апельсин. Но это классная поверхность данного смартфона. То есть они пошли по пути, который бы привлекал внимание. Первый смартфон, который из бюджетного класса, но манит, манит светом. Размером, характеристикой и ценой. Производитель HotWav уделил достаточно внимания упаковке, так как первые впечатления всегда важны. И когда вы берете в руки эту упаковку, то видите, что она очень классного качества и с максимальной комплектацией. Интересно заметил, что в продаже доступно две модели по цвету на сайте производителя. Но, кажется, в разработках или в задумке была даже моделька голубого цвета или синего. Но в продаже ее нет. Ссылку оставляю в описании под видео. Вы проверите и потом со мной поделитесь тоже. Может быть, кому-то и досталась такая модель. Может, это какой-то эксклюзив, не знаю. Все было упаковано внутри в этот отсек. Внутри, видим, есть скрепка. Над смартфоном находился вот такой вот конверт. В нем располагается чехол силиконовый, а также пленка. Еще одна пленка наклеена на экран. Одев силиконовый чехол, мы сможем увидеть, есть ли защита у камеры. К сожалению, модуль слегка все равно выпирает вот этот глазок. Поэтому лучше прикупить получше чехол. И все порты открыты, никаких заглушек нет. По сути, это простой силиконовый чехол, даже не матовый. И его главная задача защитить внешний смартфон и отобразить дизайн, красивый дизайн, оранжевый с черным. Также комплект для зарядки, что важно отметить, что евровилка и здесь у нас USB Type-C выход. Это 20-ваттный блок питания с максимальной подачей тока 12 вольт, 1,67 ампера. Кабель в комплекте соответствует тому, чтобы передавать быструю зарядку. Данным комплектом аккумулятор емкостью 6180 мА заряжается чуть больше 2 часов, 2 часа и, по-моему, 4 минуты. Это отличные показатели. Подключив его к сети и проверив через специальный тестер, вы можете увидеть то, что подсвечено зеленым, какие протоколы еще поддерживает данный блок питания. Еще идет небольшая инструкция для новичков, где что располагается. И, как я уже упомянул, пленка наклеена на экран. Корпус полностью выполнен из качественного пластика. Он, своего рода, покрыт каким-то софт-тачем. Отпечатки пальцев не остаются. Рамка также выполнена из пластика. Единственное, что здесь металлическое, так это лоток SIM. Если его извлечь, то можно увидеть, что у него либо 2 наносим-карты, либо 1 сим-карта и карта памяти до 1 терабайта. На лотке SIM никакой прокладки защиты от пыли или влаги нет. Справа располагается кнопка питания и качелька громкости. Кнопки не имеют люфта и кнопка питания практически втоплена в корпус. Ее сбоку не видно, но если вот так вот посмотреть, ее заметно. И там встроен сканер отпечатка пальцев. Дальше мы проверим, как сканер отпечатка пальцев, так и разблокировку по лицу. Кстати, есть тайм-коды. Если что-то быстро нужно найти, следите. Всегда стараюсь их делать, чтобы вам было удобно. Думаю, вы оцените это тоже лайком. Слева на торце никаких кнопок, кроме лотка SIM-карт нет. Верхняя часть без всяких разъемов. И, к сожалению, да, нет разъема 3.5. Но меня лично это никогда не пугало. Я даже на своем смартфоне Poco X5 Pro закрыл заглушкой этот порт для наушников, чтобы он не забился пылью. В модели из обзора внизу располагается два долгих таких отверстия. Это единственный динамик. По громкости он достаточно сильный. Оцениваю его на 4 с плюсом. И качество его тоже нормальное. Будем все тестировать, вы сами все услышите. Также отверстие единственного микрофона и гнездо для зарядки. Этот смартфон поддерживает также ОТГ. Можно подключать флешки, клавиатуру или же мышку. Данный экран не имеет закруглений, поэтому без всяких сложностей подобрать на него стекло. Да и есть стекло в продаже. Ссылка как на стекло, так и на чехол есть в описании под видео. У нас полноценный экран. Камера не в капельке, лишь в кружке. Кружок достаточно большой. То есть черный круг вокруг камеры. Скажем так, бюджетный экран достаточно великоват. Но меня это никак не пугает. Над камерой располагается прямо на торце стандартное уже расположение разговорного динамика. Громкость динамика качественная. Тоже все проверим. Ключу вам, вы послушаете. Диагональ экрана составляет 6,8 дюймов по стандарту 20 на 9. Он достаточно крупный смартфон. То есть для тех, кто хочет как раз что-то побольше. Да и много места на экране не бывает. Можно многое расположить. Тем более здесь приложение поддерживает разделение экрана. Для этого необходимо запустить запущенное приложение. И кликнуть на значок приложения. И здесь есть не разделение экрана, а называется в этой прошивке 13 андроида именно так. Приложение сверху. Нажимаем его. И теперь предлагает выбрать что-то снизу, так сказать. Вот так. Два приложения. Можно смотреть, пользоваться, как вам уже нравится. И также можно отрегулировать, если приложение позволяет. Стоит отметить, что сенсор здесь очень отзывчивый. Никаких сложностей в работе в перчатках не имею. Я с легкостью нажимаю, он реагирует. И при этом очень быстрое реагирование на касание. И во время работы я также не заметил никаких подвисаний. Ну и здесь сейчас включен режим 90 Гц. Экран, то есть плавность картинки, удобство использования на высоте. Присмотритесь на рамки данного смартфона. Нижняя часть чуть больше зазор. Вверху минимальный. И по краям он такой же. Но не вылазит сильно. Прям внешний вид не бросается в глаза. В то, что прям это очень бюджетный смартфон. Вот так выглядит минимальная яркость на данном смартфоне. При этом здесь есть еще отдельный режим, чтобы убавить дополнительное уменьшение яркости. И теперь, если я еще убавлю к самому минимуму, то практически ничего не видно. Это действительно отлично. То есть меня это радует, так как в темное время суток будет работать великолепно. Добавляем. Это максимальная яркость, но отключаем дополнительное уменьшение яркости. Экран стал еще сочнее. Тут даже выскакивает на английском предупреждение, что это идет расход большой энергии. И экран очень яркий. Вокруг все потемнело. Здесь есть защита. Отключаем, правда, автоматическую яркость. Зайдя в настройки экрана, можно еще увидеть, что есть темная тема. Переключаем. Быстро реагирует на переход. 13-й Android вообще меня радует. Также есть режим защиты зрения. Включаем, и экран становится желтизной. Но когда белый, то будет лучше видно. Вот, посмотрите. Синий. И с таким эффектом бумаги. На глаза меньше нагрузки. Пока отключу. Здесь у нас есть еще в разделе интересная функция, где время отключения экрана. Обычно стоит лично у меня на 2 минуты. Но, обратите внимание, есть адаптивный спящий режим. Не отключать экран, пока вы смотрите на него. Устройство определяет через фронтальную камеру, смотрит ли кто-то на экран. Эта функция работает только на вашем устройстве. Изображения не сохраняются и не отправляются в Google. Вот такая фишка в 13-м Android. Возможно, будет в других моделях. Или это только в эту установили. У кого еще такое есть? Напишите. Потому что у меня, например, в моем смартфоне нет. И реально эта функция работает. Смотришь, не отключается. Даже если вы им не пользуетесь. А когда оставил без внимания, он тогда отключается. Также есть регулировка цветового режима. Можно настроить, хотя здесь разрешение 720. Матрица, кстати, здесь без воздушной прослойки. И экран здесь с очень толстым стеклом. Вот если я нажимаю, я достаточно сильно нажимаю. Нет разводов. Кстати, здесь есть, когда сильно нажимаешь, я подумал, чтобы не лопнул экран. Здесь есть анимация, когда будет вот так вот показано при подключении зарядки, будто вы разбили стекло. То есть это анимация, а не просто картинка. И эффектно смотрится. В одном из видео про смартфон DOOGEE S61 PRO я уже это показывал. Обзор есть на канале, здесь в подсказках смотрите. Также есть отдельно пункт улучшения отображения видео. Что некоторые программы от Google, вот они перечислены, улучшает отображение видео по качеству. Наслаждайтесь более яркими и насыщенными цветами. Включаем и работает этот эффект именно в этих видео. Ну а в самом низу частота обновления экрана настраивается. Есть 60 Гц, есть 90 Гц более плавный, но потребляет больше энергии. Или авто. Но если включить эти 90, то посмотрите, какая плавность. Сейчас попробуем проверить. Это у нас 90, а это у нас 60. Да, лично я вижу разницу, как вживую, так и через экран камеры. Данный экран даже в перчатках с легкостью справился с тестом мультитач 10 касаний. По показателям он набрал 219 434. Развернутые показатели перед вами сейчас. Вот они. И что стоит отметить, что проведя тест памяти, у нас выдались вот такие вот показатели по скорости. Какой тип памяти здесь установлен, мне не удалось выяснить. Потому что на сайте производителя это не указано. То, что здесь установлен 13-й Android, это просто не может не радовать. Многие об этом до сих пор только мечтают. Один из наших постоянных зрителей, Владимир, даже написал, что 13-й Android, я даже о таком не слыхал. Да, ребята, здесь уже прогресс идет вперед и он здесь установлен. Процессор здесь установлен Unisoc Tiger 606. Или Tiger, если читать, как видим. Это 8-ядерный процессор, 2 ядра Cortex-A75, 1.6 ГГц. И 6 ядер Cortex-A55, 1.6 ГГц. Естественно, что это бюджетник, но хороший. Такие процессора стоят во многих моделях. За графику отвечает модуль Mali-J57. Аккумулятор установлен емкостью 6180 мА. А проведя заряд через USB-тестер, он составил 5720 мА. От 0 до 100%. Это огромный плюс, что у данного смартфона столько емкости аккумулятора. При этом сам смартфон очень энергоэффективен. Нет сумасшедшего какого-то разряда. В выключенном режиме фоновые процессы сводятся к минимуму. И он расходует минимально заряд. Также я провел тесты в YouTube. От 100 до 0% просмотра онлайн-видео. Здесь есть видео, или же вы уже его видели. На этот смартфон, как быстро разряжается аккумулятор. И насколько хватает данной батарейки. В этом разделе отображается информация о памяти. Какой тип памяти. И в МГц какая частота. Что на данный момент свободно 45%. И встроенная память доступная 112 ГБ и 128 ГБ. И использована 14. Здесь отображается вся информация об экране. Диагональ здесь ошибочная. Вместо 6.8 указано 6.3. Но разрешение действительно соответствует. 1640 на 720. Не всегда программы могут подтянуть информацию. И правильно ее отобразить. Ну а от меня, как от того, кто вам предоставляет ее. Еще и важно проверить. И точно предоставить. А плотность экрана составляет 320 DPI. Перейдя в раздел тестирования GPS навигации. Скажу, что слабенькая здесь антенна. Вот то, что здесь слабое. Так это GPS сигнал. Находит он в отличную ясную солнечную погоду. Всего вот на данный момент 5 спутников. Если же запускать прямо посреди дома. Ну например в комнате я запускал. То с трудом находит 3 спутника. И подключается к 1-2. В моем случае здесь вот такая вот ситуация. При этом он показывает, какой тип спутников он поддерживает. Один спутник GLONASS. И два спутника BAYDOU. И четыре NAVSTAR. То есть больше спутников становится подключается. То есть типы спутников поддерживает все. А по связи слабоват. Вот на данный момент у окна, постояв долго, он споймал. Это о чем говорит? Что в открытой местности, например в автомобиле, он будет с легкостью справляться со своей задачей. Но ему надо около минуты, чтобы хорошенько найти сигналы спутников. Но как только появляются какие-то помехи, сигнал будет чаще пропадать. Вот опять стало 6. Ну на глазах играет. Интересно, кто владеет, как у вас запускается GPS. То есть не в программе Google карты, а именно запустить тестирование, какие спутники он обнаруживает. Как у вас он показывает. Если хотите проверить, то проверьте это с помощью программы GPS-инфо. Так и напишите. Вот ее значок GPS-инфо и спутник. Задний модуль камеры основной на 48 мегапикселей с разрешением 8000 на 6000. Но есть подозрение, что он здесь на 12 мегапикселей. Просто идет интерпретация. По качеству, конечно, есть отдельный режим по съемке в 48 мегапикселей. Делает снимки качественные. Здесь об этом тоже свидетельствует. Здесь еще два вспомогательных модуля. 8 мегапикселей макро. И еще один вспомогательный отвечает за эффект буке. Один на 16 мегапикселей, а второй кажется на 2. Рядом располагается вспышка. Вспышка реально мощная. Включаем фонарик. Посмотрите на задний фон. Видите? Очень ярко. А теперь внимание. Если камера сейчас сфокусируется, то вы увидите, что там располагается 3 светодиода. Очень яркий. Отключу сейчас. И можно присмотреться вот здесь. Видно, что уделили достаточно внимания. Спереди никакой вспышки нет. Почему я так говорю? Потому что есть модели, в которых они бывают здесь встроены в виде такой полоски. Но вспышкой служит сам экран во время фотографирования. По связи у меня отличные новости. У него очень хороший прием сигнала. Я сейчас стою в месте, где самая удаленная комната от Wi-Fi. И здесь 100% сигнал Wi-Fi. По связи GSM у него тоже отличные показатели. 100% прием сигнала там, где он должен быть 100%. А в тех местах, где уже, например, у меня 1-2 палочки, здесь точно так же, как и на моем смартфоне, 1-2 палочки. То есть там, где много бетонных стен и каких-то помех. Поддерживает все современные Benz стандарты, которые вы видите сейчас на экране. И данный смартфон в 5G сетях не работает, но с легкостью справляется с 4G. Поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, 5 ГГц и 2,4 ГГц. Bluetooth версия 5.0. Есть встроенный NFC, полноценно работает. Расплачиваемся. Ездим, оплачиваем проезд или же покупки. Установлено 10 датчиков. Акселерометр, датчик освещенности, датчик ориентации, датчик приближения, датчик сильного движения, шагомер, детектор шага, стационарный датчик обнаружения, датчик обнаружения движения и некалиброванный датчик акселерометра. Берем смартфон в руки, и он включается. Видит мое лицо, мгновенно разблокировался. Давайте проверим. Еще просто прикоснулся, увидел лицо. Посмотрите, как быстро. Практически незаметно. Чуть-чуть медленнее, чем у меня в Poco X5 Pro. Теперь сканер отпечатка. Прикоснулся, разблокировался. Прикоснулся, разблокировался. При этом легкое вибро, как на современных смартфонах. Мне сенсор нравится. Срабатывает безошибочно. Давайте запустим камеру и посмотрим меню. Камера реагирует быстро. Есть автофокус. Быстро приспосабливается. Оп, и снимок готов. Посмотрим его сразу. Здесь не видно на камеру так сильно. В конце будут все тесты. С легкостью справляется со своей задачей. Цвета здесь естественные. Все удобно настроить. Есть режим панорама, портрет, ручные настройки Pro, сверхвысокое разрешение в 48 мегапикселей. Обычный режим фото, видео и еще, в котором доступны следующие данные. К сожалению, широкоугольного здесь нет. В настройках фото и видео можно выбрать путь сохранения на флешку при условии, если она там будет стоять. Максимальное разрешение съемки Full HD 1080 30 кадров. Это задний модуль и есть стабилизация видео. Но вот так вот, если делать, то плавности я особо не заметил. Но в тестах вы увидите, как она отрабатывает. А если переключиться на передний модуль камеры, то максимальное разрешение съемки 720 30 фпс без стабилизации видео. В меню мы имеем FM радио, но без наушников не работает. Есть также отдельно папка набор инструментов. Здесь есть несколько вот таких вот функций, но нет чего. Правильно, кто смотрит и знает, часто нас знают, что здесь должен быть еще компас. Компаса здесь нет. Но если открыть Play Market и написать компас и установить его, а потом открыть и сдать все разрешения, то все равно получаем предупреждение, что устройство не поддерживается. К сожалению, на вашем устройстве не установлены необходимые датчики. Это все я вам показал для того, чтобы вы не думали, вдруг нет там, но вдруг все-таки есть, так как какие-то датчики может быть не отобразились, но их здесь нет. Тут даже есть кнопка все датчики. Вот показано, какие здесь есть датчики, как и предсказывалось в программе Antutu Benchmark. Они соответствуют. Давайте проверим диктофон, потом проверим качество записи разговоров. Она здесь есть. И потом проверим качество громкой связи. А потом проведем тесты звука. Поехали. Запись уже пошла. Держу на расстоянии вытянутой руки примерно 60 сантиметров. Раз, два, три, четыре, пять. Оставляю здесь. Отойду метра на полтора. Один, два, три. Проверка связи. Теперь беру поближе к рту, как будто я веду беседу. Один, два, три, четыре, пять. Все это время вы слышали запись на этом диктофоне. В настройках диктофона можно выбрать качество записи. Есть самая высокая в MP3 и путь сохранения внутренняя память. Также есть кнопка запись по таймеру, что здорово. В выключенном режиме запустится и будет записывать. Теперь давайте проверим звонки. Я совершил звонок, включил громкую связь. Громкость установлена на максимум. Сейчас я разговариваю как обычно кем-либо. Если бы мне кто-то позвонил на другом устройстве. Здесь вы слышите громкую связь. Ну и как вылавливает петличка. Звук четкий, отчетливый, без всякой крепоты. Ну а теперь проверим, как будет слушать собеседник. Я вот сейчас так держу смартфон. Через вот этот микрофон идет запись. И один, два, три, четыре, пять. Проверка. Подношу к уху. Всем привет. Как слышно. Тестируем смартфон. HotWave Note 12. Кстати, смотрю сейчас на приближение. То есть подношу к уху, но срабатывает через раз. Даже что-то еще и вызывает. То есть датчик приближения что-то барахлит. В моем случае может быть это исправится, но пока не вижу, чтобы он как-то срабатывал. Вот такие вот, друзья, проблемы. Останавливаем запись. Окей. И хотя на всех смартфонах появилась запись разговоров в Украине на Андроиде, здесь ее пока нет. И в настройках как-то включить пока нельзя. Может появится, но пока как есть. Громкость обычной связи отличная. Поднесу. Никакой хрепоты динамика как разговорного, так и громкой связи в моем случае я не обнаружил. Хотя некоторые жаловались. Вот, кстати, видите, приближение срабатывает вот с этой стороны, но через раз как-то. Сейчас куху поднесу. Да, стало срабатывать. Возможно, что-то подвисло. Вот, продемонстрирую. Подношу, потух, убрал, работает. Значит, все окей. Теперь устанавливаем максимальную громкость и заходим в избранные мелодии. Послушаем качество звука. для бюджетника. здесь хороший звук. Больше средних, много высоких и минималочка низких. теперь запускаем тест игры Asphalt 9 и тестируем. В настройках дисплея в игре устанавливается максимальное качество. музыку убавим и начинаем заезд. В некоторых играх при старте обычно есть зависание. Здесь я их не вижу. Хороший процессор отрабатывает. Понятно, что не максимальная графика. Думаю, что тест тройден. играть можно. Хоть и не на максималках, но можно. FPS ниже 30 будет, но играть мощные игры однозначно можно. Если включаем точку доступа раздавать интернет, то Wi-Fi у нас отключается. Это значит, что он не может работать как Wi-Fi репитер. То есть мобильный интернет он раздает, но работать от Wi-Fi не будет. Вот он переключился сейчас на мобильный интернет. Причем здесь удобно, что автоматически включается по этой кнопке. Здесь можно либо включить Wi-Fi, либо включить интернет мобильный. Раньше мы по отдельности это делали. Сейчас же мы нажимаем сюда и он спрашивает, что вы хотите включить. хочу Wi-Fi. Все, я включаю Wi-Fi. Это плюс. В настройках мобильной сети указано, что 4G или LTE работает на обеих сим-картах. В разделе панель навигации можно настроить всяческие кнопки внизу, либо просто перейти на жесты. В настройках есть отдельный пункт по управлению жестами и разного рода касаниями. Например, тремя пальцами делать скриншот, долгое нажатие на кнопку питания. На нее можно запрограммировать только ассистента, а также настроить во время выключенного экрана управление жестами влево или вправо. Здесь этот пункт отдельно включается, чтобы поставить на паузу, например, или же включить. В настройках батареи много разных режимов экономии, отслеживания энергопотребления и настройками, какие приложения разряжают и какие нет. При проверке обновления никакой информации о новинках нет. Вы пользуетесь последней версией. Это как раз была распаковка этого смартфона. Зайдя в раздел разрешения, можно увидеть, что поддерживает максимальное разрешение 1080-60 кадров. Открывая видео 4К, он 4К не отображает. При просмотре в максимальном разрешении 1080-60 кадров картинка не подглючивает. Видео идет плавно, как и задумано. Теперь, если подвести итог, могу сказать однозначно, что данный смартфон очень интересен. Он недорогой и напичкан, скажем так, на пределе. Если учитывать его стоимость в пределе 120 долларов. Конечно же, у него очень красивый дизайн. Крепкий корпус. Весит сам смартфон 235 грамм. А это говорит о мощной батарее, о качественной сборке. Здесь действительно крепкое стекло, много памяти, хороший аккумулятор и экран 90 Гц. И хороший бюджетный процессор, который тянет игры и с легкостью справляется с разного рода задачами. Есть разные фишки, например, активация при поднятии и неплохая камера, тесты которой вы сейчас сможете увидеть. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайк за труды. До встречи в новых видеопроектах. Ссылка на смартфон ниже. Пока. Тестовое видео в помещении снимаю наш аквариум. Это в принципе в полной темноте и съемка идет лишь свет от аквариума. Вот вам пример. Как подстраивается автофокус очень быстро. Как для бюджетника. Вот сейчас он не справился. Вот только сейчас без всякого тапа он подстроился. Звук вы тоже слышите. Это в помещении. Вот снимает рабочее место. Тут видно и меня слышно. Я монтирую только что ролик. Наушники от бренда J-Lab Go Air Sport. Обзор новинки. Есть уже на канале. Тот же кадр. Аквариум сзади меня. Я вот так вот если подношу подстраивается. Если я в кадре то он пытается настроиться на объекте. Полная темнота. Вот от аквариума попадает свет достойное видео. Здесь не яркий свет но улавливает. И я думаю что это отличные показатели для бюджетника. Вообще смартфон меня очень съемка на переднюю камеру как вы видите никакого нету никакой нет стабилизации и стандартное качество 720 а это съемка на заднюю камеру со стабилизацией но так как она цифровая то ожидать что-то от нее сверх нельзя. Также отсутствует стабилизация просто съемка с руки обычная ходьба звук вы слышите микрофон здесь один подходим к трассе соответственно будет больше шума но зато качество вот например цветы поснимать автофокус давай родимый пошел так без стаба это он все сам подстроился дальше автонастройка ну и вот такой вот красивый контраст небо зелени в общем весна красота и а Субтитры подогнал «Симон»